Мы в прошлом году тут были как участники конкурса и получили премию этого не жюри, но экспертные комиссии специальные, и вот очень понравилось. Увидели очень хороших танцоров, очень сильных танцоров, да, люди, которые принимают, очень принимают, не знаю, разнодушно, так очень браво говорят там уже, очень приятно это встретить, потому что, не знаю, в других странах так-таки более, наверное, больше они или видели, не знаю, или как бы больше, знаете, получают, и тогда уже, а, и тут меня такие, откидывают по чуть-чуть, а тут люди принимают все, и это очень для нас, для танцоров, артистов, которые показывают очень приятно. Она здесь бывала в том году, она тоже принимала участие, поэтому в этом году она встретила много знакомых людей. Сам фестиваль ей очень нравится, он очень хорошо подготовлен и организован. Вчера она была поражена выступлением на сцене, и сейчас ей очень интересно узнать, что будет потом, и она очень заинтересована в том, чтобы увидеть сами соревнования между участниками. Ну, мне кажется, это такая интенсивная и имеющая свою какую-то традицию, история, достаточно уникальное мероприятие на территории, скажем, довольно большой. Как-то я давно здесь не был, удивительно всегда видеть столько людей, которым это интересно, нужно, которые на это убивают свое время, энергию, и как-то в этом живут. Это замечательное такое явление. Даже понятно, что учить-то практически нереально за полтора часа, но хотя бы показать подход, что можно делать как-то так. Не так, что вот взяли музыку и начали придумывать движение, а вот как-то немножко по-другому. И немножко, конечно, хочется поговорить о самой системе, что такое хореография, что такое, не хореография, а что такое драматургия современного танца, потому что это не чисто хореография номера, потому что все хотят делать в скаймини, но спектакль. Это значит, что для того, чтобы сделать спектакль, нужно создать какой-то знаковый язык свой, объявить его зрителю и потом на этом языке что-то высказать. И вот это вот хитрое занятие, как бы, оно, может быть, получится показать, что оно есть. И больше ты должен почувствовать своего партнера и в дистанции, не в контакте, а контакт больше между человеком и человеком. Чейсинг. Чейсинг, да. Имя, как бы, чейсинг, ты должен, как бы, вводить своего партнера вперед, назад, показывать движение, как бы, чувство дать ему, чтобы он тогда назад идет. И вот так вот. И мы сегодня будем рассказывать и показывать, учить разные движения из хаус-танца и как с ними работать в партнеринге тоже. И как выучить и, наверное, использовать в других спектаклях, в contemporary dance, в современном танце и в разных других местах. Мастер-класс был о современном танце, и он помогал людям понять, как двигаться, как понять свое тело, как двигаться в пространстве, были упражнения на полу, были упражнения в прыжках и были упражнения на движениях в пространстве. Они были дружелюбными, у них очень хорошая подготовка, у них стойкая дисциплина, и они были очень хорошо натренированы, потому что выполняли такие упражнения. Окей, спасибо. Спасибо.